Девочки, всем привет! В общем, ой, сейчас я тут это, платок завяжу. Тут такой волос мокрый. Сейчас пришла, там тепло очень на улице. Вот. И думаю, надо снять вам это. Всем показать. Сейчас, вот как я вас не ставлю, вы у меня вечно криво стоите почему-то. Это вот от штатива или от пола зависит, не знаю, в общем. Ух, извиняюсь, что я так начинаю. Вот. Сначала покажу две купочки, которые я, в общем, сделала не в Wildberries. Вот. И остальные я, значит, в основном заказывала для декора. Для декора, и не только для декора, но, в общем, это, короче, вся запыханная, уставшая, короче. Вот. И для декора, для фотографий, в общем, ну, можно чисто вот дом оформлять там, да, или вот я фотографии делаю, поэтому мне надо. Вот. Короче, вот эту я ложечку купила просто в хозяйственном магазине, просто где все чайники всякие там тарелки продают. Вот. Шестьдесят тарелки такая ложечка. Я просто мимо шла, думаю, э, раньше где я была? Где я раньше была? Кстати, да, у меня друзья есть, которые, в общем, планируют, как бы, делать, есть, ну, как сказать, в общем, делать деревянную посуду, сами изготавливать и продавать. Вот. У них магазин медовый. Вот. Они мои друзья, потому что уже больше десяти лет, в общем, я у них это беру, и как-то мы очень хорошо общаемся. Вот. И, в общем, такую новость рассказали, приятную. Я говорю, блин, я тащусь от деревянной посуды. А я не знала, вот, то есть, когда, короче, вот это я была, буквально недавно я мед покупала, а до этого я уже заказала, в общем, то, что сейчас увидите. И, в общем, я решила потом, как бы, когда они начнут делать, я у них буду смотреть, что они будут делать. Может быть, что-нибудь куплю, скорее всего. Вот. И они сказали такую вещь. Оказывается, то, что вот я раньше, вот, вон они стоят эти, я половину убрала там, мне столько много не надо, ну, как бы этих ложек, поварёжек там. Вот. Они сказали такую вещь, оказывается, что если покупаете, оно необработанное. Вот здесь вот вроде бы как, как будто лаком покрыто, да. А вот те я покупала, вот прям вот блестит вот лак. Вот те я покупала, они необработанные. Вот. Которые я показывала на видео, что я их маслом промасливала. И они говорят, что можно, вот берёте необработанную, да, маслом промаслили, две недели не пользоваться. Она стоит. Стоит посуда. Вот это вот я не знала. А я, короче, одну ложку взяла и в горячую кашу отпустила. А она раз и вот как махриться начала, как будто вот, как занозики такие махриться начала. Вот. И, говорит, две недели стоит. Потом, через две недели опять промасливаете заново. И потом ещё две недели, и потом можно пользоваться. Вот так вот, целый месяц ещё. Короче говоря, в общем, мне понравилась поварёшка, но она где-то вот, ну, на литровую, кастрюлю, ну, на литр, на двухлитровую кастрюлю, вот на маленькую, на двухлитровую кастрюльку. В общем, ну, уже я набрала, короче, что я буду это. Вот. И вот это вот я просто взяла в хозяйственном магазине. Давно хотела такую лопатку взять для круп. Вообще для круп, для всего там, для сахара. Кто из мешков там это. Ну, я взяла, короче, вот, я же беру собачий корм мешками, да. Вот я сейчас в последний раз, это уже было, наверное, не, ну, давно, короче, это было. Не назову какой. Это было месяц назад. Вот. Я перед, в общем, тем, как, в общем, ну, вот, как я тогда делала объявление на канале, да. Вот. Короче, я взяла большой мешок и щенячий вот корм для щенков, он жирный. Он как маслянистый такой. Я взяла, как бы, получается, там, мешки по 14 килограмм. То есть этого мешка хватит где-то, что-то я считала, уже забыла. Ну, примерно где-то на три месяца. Примерно. И вот, чтобы, вот я, допустим, отмерила, вот я жменьку, да, вот беру корма. Вот я отмерю, вот сюда вот брошу вот так, да. Ну, и в следующий раз я уже буду знать примерно сколько брать. А когда уже подрастет, уже годик будет, уже будет другой корм. Не для щенков. Тот будет более сухой. Я раз вот так вот зачерпну и одной собаке, и второй собаке. Вот, обоим, короче говоря. Вот. Для фотографий, кстати, тоже пойдет. Я видела, я залезла на Пинтерест. Пинтерест такая заразная штука. Вот. Я смотрю, там, значит, как тема, по-моему, ароматерапия была. И взяли вот такую лопатку, да, накидали трав. Вот просто живых трав сюда накидали. И там еще какое-то оформление вокруг, да. И вот вам, пожалуйста, вот тоже лопатку использовали. Но я вот для кормов буду использовать. Вот. Вот это уже я брала на Лайлбюре. Специально заказала. Но я что-то... Либо я не внимательно про описание, наверное, прочитала. Или прочитала и забыла. Короче, я подумала, что там две штуки. Потому что две штуки было сфотографировано. Вот. Как бы она была сфотографией. Вот это как половник такой. Вот он уже обработанный. Видно лаком. Вот он блестит. Вот видите, да? Вот. Ну, тоже где-то на двухлитровую кастрюльку. Вот такой вот. Я думаю, вот я думаю. Я еще проконсультируюсь у этих своих друзей. Как бы, может быть, больше для холодного. Вот не для горячих напитков, наверное, а для холодных. Квас. Или еще что-нибудь там. Ну, это так, что мне в голову приходит. Компоты какие-нибудь. Ну, уже остывшие. Ну, хорошенько. Качество хорошее. Мне нравится. Вот те, которые я брала. Взяти, да? Я там показывала, что аж клей прям видно. Ну, может быть, как-то я еще не добралась. Может быть, как-то его очистить можно, этот клей там. А это цельное. Вот. Ничего. В общем. Дальше. Что еще взяла? Вот такая вот. Как ее открыть-то? Короче, тарелочка в японском стиле. Да я ножницами прям. Хотела так целлофан открыть, отпечатлить. Тут это замотано этим. Скотчем, скотчем. Вот. Вот так вот. Вот такая вот тарелочка. В японском стиле. Тоже вайлберезда. Вот. Изготовлена вручную из цельного массива акации. Каждое изделие может иметь разные оттенки, фактуру, незначительные. Вот там, да-да-да-да. Специальное покрытие защищает поверхность древесины и увеличивает прочность изделий. Безопасно при контакте с пищей. Безопасно при контакте с пищей. Подходит для холодной и горячей еды. Представляете? Для холодной и горячей. Дальше. Рекомендации по использованию. Для мытья использовать влажную мягкую губку. Не оставлять надолго в воде. Не использовать в посудомойке и СВЧ. Ну, вот. Насчет посудомойки, да, у многих есть. Вот. И СВЧ. Ну, у нас ни того, ни другого нету. Но буду знать. Древесина акации. Представляете? Вот. Органик. В общем, вот такая вот. Вот она небольшая. Вот. Но тут написано, что для горячей еды тоже можно. Вот. Как бы вот так вот. То есть у меня больше ассоциаций там хлеб, например, салаты какие-то. Такая холодная еда или кусочки какие-то. Там мы чипсы не едим. Но я, но на фотографии, там на этом, на Вайлдберрис были чипсы насыпаны. Ну, ладно. Ну, ладно, в общем. Прикольная тарелочка. Так. Вот это я, значит, там же тоже на Вайлдберрис купила. Ложечки заказывала. Скажите, тетке девать деньги некуда, да? И у тетки все деньги считаются. Вот. Эти деньги и вот эти покупки, они идут в толк. Вот. Две одинаковых ложечки взяла. Вот такие вот. Крутые. Тоже они уже обработанные. Вот. И... Что тут написано? Что тут написано? Так. Ложка цвета орех. Длина 23 сантиметра. Не подлежит... Ну, в общем, срок годности не ограничен. А так древесина... Цвет орех. Вот и все. Древесина не знаю какая. Вот. Ну, не важно. В общем, две взяла вот таких вот. Длинные. Они длинные, видите? Вот прям вот. Вот прям длинные. Вот. Такие вот. Думаю, ладно, пусть будет. Так. Следующая покупка. Это позже на вайлдберрис. Все на вайлдберрис. Я нашла. Короче, я же... У меня жирный волос, да? Я нашла. Ну, правда, он подороже, чем в магазинах. Подороже, чем в магазинах. Но такого вот я у нас не видела. По крайней мере, в ближайших супермаркетах точно не видела такого. А так не езжу по городу особо. Эх, порвала я эту. Антидепрессант порвала. Вот шампунь для жирных волос. Ocean Go. Пять эффектов за пять минут. Шампунь с экстрактами трав. Контроль жирности, деликатное очищение, лёгкое питание. Именно для жирных волос. Вот. Вот такой вот нашла. Думаю, ладно, попробую. Ну, такой лёгкий, приятный запах. Такой вот дополнительный объём. А интересно, что это за растение здесь. Что за растение, не знаю, в общем. Какое-то растение. Может, подумаю, вспомню. Так, ещё вот здесь одна покупочка. Я её потом покажу, потому что это тоже не вайлбер. Дальше. Взяла для декора. Первый раз заказала, нашла специально. Главное, что интересно, да? Хотела к Новому году же делать там декор на фотографиях. И не могла надуматься, где шишки взять большие. У нас там они... У нас нету... Мы же Казахстан, в смысле, и Центральный Казахстан. Даже не Северный. У нас так просто не растут большие кедры. Вот. И взяла вот такие вот шишки, заказала. Первый раз заказала. Вот. Смотрите. О! Вот. Ну, крашеная. Ну, блин. Ладно. Чё уже? Крашеная. Блин, бить. Ну, ладно. Вот такой стороной положу. Ничего страшного. Вот этой стороной. Чтоб сильно на фотографии не видно было, что эта краска вот прям взяли, залили, да? Ладно. Я её всё равно использую. Вот таких шишек, чтобы у нас где-то раздобыть, это надо куда-то ехать далеко. Именно вот, именно в Караганде. Вот. Поэтому я, короче, вот это первый заказ был. Первый раз, да? Потом, когда они пришли, я думаю, ё-моё, хочу ещё таких. И вот заказала ещё две таких же. Но только они уже так красные не залиты. А там был брак. Ну, ладно, я его как-бы как-нибудь это замажу. Вот. Вообще вот так. Видите, я уже не буду распаковывать те же самые шишки. Вот. Чё ещё заказала? Заказывала. Знаете, вообще-то хотела одну тарелочку такую заказать. А получилось, что две заказала. Короче, я когда стала заказывать, получилось, что у меня глючило приложение. И я не могла понять, я вообще заказала или не заказала. И, короче, у меня... Потом, смотрю, деньги на карте вернулись. Значит, не заказала. Пошла опять заказывать. Короче, у меня от этого глюка получилось, что я две тарелки одинаковых заказала. Вот. Вот такие вот тарелочки. Я думала, что они побольше. Вот такие вот, как лодочки. Я представляла, что как на фото, они вот побольше как-то, да? Хотя вроде там же написаны размеры, всё. Но я что-то вот так, как-то вот визуально думала. Ну, наверное, вот они вот чуть покрупнее вот так. Ну, оказались вот. Вот такая вот. Вот как бы вот ладонь положить. Вот ладонь положить. Вот тарелочка такая. Ну, ничего. Тоже можно. Я использую для декора, для фоток, для еды. В быту тоже использую. В общем, для всего использую. Это одна пришла сначала, а потом где-то там день или два прошло, пришла такая уже точно вторая. Может, не буду, ладно, её сейчас распаковывать уже потом. Вот. И, в общем, я смотрела, мне, знаете, вот самые, как бы сказать, наверное, популярные самые фото, да? А, как бы это больше такие зимние, к Новому году, да? Я думаю, у нас же с шишками дефицит же. Ну, вот такие я заказала, да? Вторые. Ну, вот два заказа были. Вот. У нас такая проблема эта. Ну, вот на чём люди деньги делают, да? Получается, вот, если, допустим, в Средней Азии живёте, да? Там где-нибудь в Узбекистане, там такого, может быть, и нету, да? А и в России оно валяется под ногами. Вот. И вот. Да, у нас вот таких вот, ну, чтобы вот таких шишек насобирать, это надо ехать далеко-далеко на Северный Казахстан куда-нибудь. Вот. 14 штук пришло. И к ним пришло ещё в пакетике ещё что-то, какие-то эти, смотрите. Сейчас посмотрю. Спасибо за заказ в этом пакетике. Небольшой подарок для вас. Приятного творчества. Лавка рукоделия. Так это ещё подарок продавец положили, что ли. Ну, вот кто продаёт. Ну, это, наверное, интересно мне. Это как Алиэкспресс, там продавец упаковывает, ещё подарок кладёт. Или это те, кто вот именно вот эти шишки распространяет. Короче, как ягодки такие. О. Как ягодки. Типа рябина или что-то такое. Шиповник. Не знаю, короче, красненькие. В общем, вот таких вот шишек 14 штук. Ну, думаю, ладно, я как раз коробку оставлю для них. Вот. Может быть, даже эту коробку как-нибудь декорируем. А, вкус будет. А эти шишки положу. У меня там есть же стены и коробки. Надо просто это, положить коробку в красивую. И пусть будут. Вот. До следующего Нового Года лежат. Я, знаете, весь вот маябрь, декабрь, месяц всё думала. Где шишки взять? До меня не доходило, что надо на маябрье заказать. Когда уже Новый Год прошёл, я уже заказала. Вот. Ну, в общем, посмотрим. И вот этот, чисто вот эти вот, этот вот, да. То есть я обычно покупаю для нормальных и жирных. Вот такой, да. А это для жирных. В общем, решила заказать вот это вот. Вот. Сейчас я всё это распределю. Вот. Что-нибудь... О, точно. На 8 марта подарю бабуле. Но всё равно подарок надо сделать. Единственное, надо следить. Вот это дерево. Чтобы собаки не разгрызли. Особенно младший. У нас всё, всё грызёт, всё таскает. Тошка как-то нет. Он за ним... Ну, последить надо, но он как бы... Он может. Вот я как-то палки с улицы приносила. Хотя потом я узнала, что нельзя палки с улицы приносить, оказывается. Вообще ничего нельзя. Вот. И как-то он немножко грыз. Но у него так особо интереса нет. А вот младший может разгрызть. Может. Вот. Так что это... Вам подсказка, кстати, вот, да? Можно на подарки кому-нибудь подарить. Вот. Так что ладно. Давайте я сейчас это... Уберу всё это и буду другими делами заниматься. А то вся такая запыханная пришла. Уставшая. По делам ещё ходила, по другим. Вот. Ладно, давайте. Я ж вам забыла показать. Говорю, ладно, давайте пока. И думаю, блин, чё ж у меня пакет-то лежит. Короче, вот это я уже не на вайлберис покупала. Я ж сказала, обещала, что её покажу. Ну, курица без младбов. Короче, мне нужны фотофоны разные, да? Для фотографий. Вот. И зашла, думаю, лён мне нужен. Лён. Зашла в магазин. Купила кусок льна. Просто лён. Или, по-моему, это полу-лён. Кажется. Вот. Ну, вот такой вот оттенок купила. Вот. Не такой вот. Чисто однотонный. Мне для фотографий надо. Я метр взяла. Потом думаю, блин, надоест, что-нибудь сошьём из него. Вот. Просто метр взяла. И всё. Потому что покупать, если да, но... Ну, если взять два метра. Ну, можно, в принципе, потом, если с расчётом, что чё-то сшить. Вот. Как-то... Но он и стоит, конечно, будет дороже. Так. Потом туда выброшу. Вот. Пока таких планов не было конкретно, что сшить. А для фотографий как раз пойдёт. Вот. Короче. Всё. Теперь давайте уже. Всё. Счастливо. 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 Продолжение следует...